Первая книга Моисея, Битие, 18 глава, с первого стиха читаю. Явился ему Господь у Дубраве Мамре, когда он сидел при входе в шатёр во время зноя дневного. Он возвёл очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидел, он побежал навстречу им от входа в шатёр и поклонился до земли. И сказал, владыка, если я обрёл благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и умоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдёте в путь свой. Так как вы идёте мимо раба вашего, они сказали, сделай, как ты говоришь. И поспешил Авраам в шатёр к саре и сказал, поскорее, замеси трясаты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял телёнка нежную, хорошую, и отдал отруку, и тот поспешил приготовить его. Поспешил. Сто лет Аврааму, а он бежит. Вы можете представить такого острова? У меня же только 84-й, и я уже не бегу. Авраам написано, в одном и поспешил, а потом побежал. Побежал. Бежит Авраам. Вы можете представить себе, какой в его доме шум. Какой вызвало, знаете, благоговение. Жена быстро слушает его месяц, три луксаты лучшей муки, делает хлебы. Он бежит в стаду лучшего огнёнка оттуда, готовит обед для странников. Я назвал этот вопрос, да, любите гостеприимство, потому что оказали этот приют самому Господу. Авраам, мы поняли тут слово, он сказал, «Владеко, если я обрёл благоволение в очах твоих, не пройди мимо дома раба твоего». И нам бы всем, дорогие друзья, эти слова чаще повторять, повторять, «Не пройди мимо раба твоего», братья и сёстры, это Божие Слово, «Не пройди мимо дома раба твоего». Спешить, дорогие друзья, да, сделать что-то доброе. Второе, я скажу, что спешить надо к людям с сочувствием и состраданием. Первое, мы с гостеприимством познакомились, а теперь спешить с сочувствием и состраданием. Царь Дарий, великий царь, персидский царь, могущественный царь, не ест и не пьёт. Отказался от ужина и всё думает, как эти львы, не съедят ли они, да не ела. Когда он бросал его в яму, он сказал, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасёт тебя». А тут, знаете, дорогие друзья, утром спешит к этому рву и жалобным голосом спрашивает. «Даниил, раб Божий Бог, Бог твой, которому ты неизменно служишь, смог ли спасти тебя от его?» Да, дорогие друзья, и слышит зов «Царь живи вовек, Бог мой послал ангела, закрыл пасти львам, ибо я оказался перед ним чист». Да и перед тобой, царь, я не сделал никакого зла. Спешить! И так и написано, дорогие друзья, «Поутру же царь встав на рассвете и поспешил, вошёл до рву львиному, и подойда к рву, жалобным голосом кликнул Даниила». Да, дорогие друзья. Это второе, что мы обратили в этот вечер внимание, гостеприимству, сочувствии, скорбящим, сочувствовать людям в горе. Спешить надо защищать народ Божий, чтобы народ Божий сохранял единство, не разобщался, не делился на группировки всякие, а чтобы были как одно целое во Христе, как действительно вот это, что мы пробуем, единая, неделимая церковь Его. Спешить защиту церкви – дело Божие. Это написано в 1-й книге царств, 17-й, глава, 48-й стих. «Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к струю навстречу филистимлянам». Голиаф – это чудовище такое громадное стоит, идет на встречу, говорит, «Что ж я тебе собака, что ты идешь с палкой на меня?» А он говорит, «Я иду на тебя во имя Господа Бога, от самого окна, воинство, которое ты поносишь, предаст тебя Господь ныне в руки мои» и так далее. И побежал. Так написано – «и побежал». «Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал навстречу филистимлянину». Поспешно. Видите, мы сегодня видим, что надо спешить. Я помню, в молодости мы пели такую песню. «Спешите сделать что-нибудь хорошего во имя Господа, мои друзья». Такая была духовная песня. «Спешите сделать что-нибудь хорошего». Человек на дереве сидит, это дерево называется «смоковница». Он хотел увидеть Иисуса Христа. Друзья, «На встречу Иисусу надо что?» «Спешить». «На встречу Иисусу надо спешить». И когда поравнялся с ним Христос и говорит ему, да, «Закхей, скорее слезай из дерева, я ныне должен быть в доме твоём». И написано, он поспешно встал и принял его в дом свой. Это произвело то, что он сказал «Закхей». «Имение своё раздам нищим, а если кого-то обидел, воздам че». Надо спешить миротворцами быть. Первая книга «Царств», 25 глава, повествует о том, что на горе Кормил жил богатый человек именем Навал. Он, Давид, когда узнал, что у него встригут овец, хороший ужин, послал отруку и говорит, дай отруку твоему несколько хлебов и так далее. А он говорит, а кто такой Давид? Ныне много беглецов из дома от своих господ и ничего не дал. Давид, как услышал эту весть, мобилизовал своих воинов и сказал, к утру доминовало, ничего в живых не останется. Всё уничтожу. И с такой яростью идёт уничтожить всё, прорвить кровь. Он бы сделал большое преступление, дорогие друзья, если бы не нашлась умная женщина, Абигея. Это называется «спешить к примирению». Она упала к ногам его и говорит, пусть господин мой не гневается на этого человека. Какое имя его, таков и он. И вот что она приносит, дорогие друзья. Когда Абигея поспешно взяла 200 хлебов и два меха с вином, и пять овец, приготовленных, и пять мер сушёных зёрен, сто связок изюма, и двести связок смокрых, и навьючила на ослов. И предупредила, Давид не пошёл на кровопролитие. Мир, как это важно, быть таким миротворцем, как была Абигея. Как как она оберегла свой дом, своё имущество, своего мужа от неминуемой, так можно сказать, поспешим к совершенству. Это апостол Павел пишет, да, уставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Это евреям 6 глава, 1 стих. «Итак, братья мои, излюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Медлительность очень опасна в жизни христиан. Надо нам всегда спешить в Храм Божий на доброе дело, спешить на благовестие, спешить, дорогие друзья, где общения проходят. Вот общение братское в субботу было такое вдохновлённое, сколько науки, братья делились со мной. А наши братья все заняты, сильно заняты, и при том круглый год заняты. Дорогие друзья, нет поспешности на дело Божье. Я так себе думаю порой, что мы не думаем, сколько мы потеряли, мы думаем, мы приобрели, что-то построили, что-то уладили свои дела, а надо бежать на дело Божье. Бежать на дело Господне. Да. Но промедлил Амисай более назначенного ему срока. Давид хотел поменять министра обороны. Иоава хотел сместить и этого человека Амисая поставить. Но он промедлил больше назначенного ему срока и не стал военачальником. Так и был Иоава. Дорогие друзья мои, мы сегодня будем молиться сейчас, чтобы нам спешить на всякое доброе дело. Ну и ещё что хотел я сказать, что спешить на призыв Христа. Спешить на призыв Христа. Это написано в 11 главе Евангелия от Иоанна. 28-29 стих. Она, как только услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Кто это сделал? Мария. Марфа встретила Господа, когда он ещё не вошёл в селение, и говорит Марии, тихонько Марии, учитель здесь и зовёт тебя. На призыв Христа спешите. Молодёжь, дети, подростки, когда Христос зовёт, спешите на Его призыв. И она пришла и у ног его получила такую отраду. Да, да. Она, как только услышала, поспешно встала, и пошла к Нему. Итак, пусть Бог благословит нас, дорогие друзья. Быть поспешными на добро. Есть такой псалом 118, он не сильно большой псалом. Да. В этом псалме 60-м стихом написано так. Спешил и немедлил соблюдать заповеди Твои. Спешил и немедлил соблюдать заповеди Твои. Пусть исполни нас Господь желанием поспешно и радостно служить Богу. В этих моментах, как мы напоминали. Ему честь и слава вовеки. Аминь. Умчались безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой, А в них вопрос звучащий без пристрастия. С чем мы вступаем в новый день с Тобой? Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего для счастья ближней жертву те собой. И пламенные искры сердца Вашего зажгут сердца других любви огонь. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. сердечные участия бескорыстные, полно душевной нежной теплоты. И Ваша доброта, и Ваша искренность, помогут в жизни счастье обрести. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok